Добрый день, дорогие друзья! Здесь, в Соединенных Штатах, у меня было несколько так называемых знакомств с полицией. Расскажу об одном, в котором непосредственное участие принимал я. Так получилось, что я поехал по делам из Сакраменто в сторону Лос-Анджелеса. Поехал по делам и взял автомобиль Chevrolet Volt. Кто знает, это легковой автомобиль гибрид. Наполовину работает на электрических батареях, а может также работать на бензине. Проехав довольно-таки большое расстояние, может быть сейчас, мой автомобиль запросил топливо. И показывал, что электрические аккумуляторы тоже как бы разряжены. Я заехал на заправку и заправил бензин. Кажется, я еще заходил на заправку, что-то покупал из съестного. Ну, не суть. В общем, кто знает, на заправках, когда вы вставляете шланг в бак, в горловину бака, то по заполнению полного бака, там, наверное, стоит какой-то датчик, и оно просто отстреливает и больше не вылетает с бака, но больше не заправляет топливо. Это первый показатель того, что бак ваш полный. Я обычно еще раз нажимаю, он опять отстреливает, и понятно, бак полный. Я заправился и поехал. Но через какое-то небольшое время он опять стал просить топливо. Я подумал, что есть какие-то неисправности с электроникой или еще с чем-то. Я ж только заправился. Я не обращал особо внимания. Думал, что я доеду на место назначения, топлива у меня достаточно. Но недалеко от... Вернее, недалеко, а в окрестностях города, где-то Монтерей, я заглох на фривее. Причем захлок так на повороте, вот, не на прямой, и на подъеме. Скатившись немножко к обочине, я попытался завести машину, но совершенно бесполезно, она не заводилась. Я помнил, что в мили-4 до этого места я проезжал, там была заправка. Я был в раздумьях пойти на заправку, но у меня нету канистры для бензина. Возможно, можно было бы купить на заправке. В то же время оставлять машину тоже не хотелось на фривее. Пока я думал, я попытался остановить автомобиль любой, и попросить немного бензина, чтобы дотянуть до заправки, до следующей. Поток был не такой, чтобы плотный машин, но достаточно большой. Я махал рукой, никто не останавливался, ни один человек, все проезжали мимо. Потом уже мне сказали, что на фривее запрещено останавливаться. Если только, разве что, там, машина где-нибудь, не дай бог, не в кювете, не горит, и нужна какая-то помощь. Если просто машина остановилась и стоит, то останавливаться нельзя. И тут произошел один достаточно интересный момент. В 20 метрах за мной останавливается мотоциклист и начинает ковырять что-то с мотоциклом. Я иду к нему, спросить, как, может быть, вызвать какую-то эксплуатационную службу или еще кого-нибудь. А оказалось, что у него, во-первых, сил телефон, а во-вторых, у него что-то не в порядке с мотоциклом. Он попросил у меня телефон, чтобы позвонить в свою страховую компанию. И вот так мы вдвоем засели на этом фривее, скажем так. И минут через пять где-то после всех этих происшествий к нам подъехала, ко мне подъехала машина. Похожа на полицейскую, но не раскрашена, как полицейская. Из нее вышел человек, брюки вроде полицейские, а так как бы в штатском. Но это был полицейский. Он спросил, что случилось. Я объяснил, что не могу завести машину, и вроде бы закончилось топливо, но я не совсем понимаю. И спросил у него, нет ли у него бензина, чтобы заправить. Он сказал, что бензина нет, и попросил ключи от машины, чтобы посмотреть, в чем дело. Может быть, он сможет завести. Но у него тоже ничего не получилось. Через какое-то время, очень недолго, подъехала патрульная машина, полицейская уже. Раскрашенно вышел полицейский в полицейской одежде. Со всеми атрибутами полиции, значком, ну и со всеми на поясе там делами всякими. Он встал позади меня с включенными сигналами. И опять же спросил у меня, что случилось, и одновременно разговаривая с первым полицейским. Когда он все выяснил, он сказал, попросил меня сесть в машину и пристегнуться, и никуда не уходить. Сказал, что сейчас подвезут бензин, галлон, чтобы мне заправить, чтобы я смог завестись. Но я не стал садиться в машину. Я просто перелез через отбойник такой и встал на обочине за фривеем. Там было не поле, как раз я ехал по гористой местности. Сразу за отбойником был такой обрыв, как бы в лесок. А полицейский продолжал разговаривать с тем товарищем, у которого сломался мотоцикл. А тот товарищ одновременно разговаривал с полицейским и по моему телефону. Первая машина полиции уехала. И минут где-то через 20 подъехал автомобиль Товинга, эвакуатор. Я уже мысленно приготовился к тому, что сейчас мне придется за все платить, и сумма будет немаленькая, скажем так. Вышел мужчина с эвакуатора, в такой фирменной одежде. И взял канистру небольшую, мы заправили в мою машину. Попробовали завестись, машина не завелась. Я спросил перед этим у полицейского, а сколько будет стоить этот бензин. Он сказал, что фри, и это бесплатно. Ну, я немножко как бы насторожился, но бесплатно так бесплатно. Полицейский был в разговоре вежлив, улыбался, но в то же время был немножко насторожен. Ну, потому что, естественно, он не знает меня, не знает того парня, который стоит на мотоцикле. И как бы, я его прекрасно понимаю. В общем, полицейский сказал, что сейчас меня отбуксируют на ближайшую заправку, и там я попробую, чтобы я попробовал там заправиться. Заведется автомобиль или не заведется. Я спросил опять, сколько это будет стоить. Он сказал, что это бесплатно, фри. В моей голове прокручивались разные варианты. Тогда мне придется платить. Я больше ничего не делал. Тот товарищ, который на эвакуаторе поднял мою машину за передние колеса, прицепил, зафиксировал, и я залез к нему в кабину. Полицейский с нами попрощался, и мы поехали. Ближайшая заправка была, ну, может быть, в милях в десяти, в небольшом городке. Конечно же, канистру, даже небольшую, мне не хотелось покупать, зря тратить деньги. В принципе, она мне не нужна. Я спросил этого мужчину, который меня привез, а он не уезжал. Он оставался со мной до тех пор, пока машина не завелась. Я спросил, могу ли я использовать его канистру. Он сказал, что нельзя. В общем, я пошел на заправку, потратил, по-моему, десять или пятнадцать долларов на небольшую канистру. Залил в нее бензин, купил. Пришел и залил в машину. И машина, к счастью, завелась. Скорее всего, то небольшое количество топлива, которое мы залили перед тем на фривее, оно не достало до патрубка в баке, который берет топливо для двигателя, потому что мы стояли на склоне. А сейчас мы стояли на ровной местности, и я залил побольше уже бензина с канистры. Она завелась. Только после того, как я завелся, и было понятно, что все, в принципе, благополучно, мужчина с Товинга уехал. Я еще раз спросил, что с меня за это все. Он сказал, что ничего. Он мне пожелал удачи, хорошего дня, и уехал. Вы думаете, я был удивлен? Нет, я был очень удивлен, потому что мне помогли бесплатно. Хотя я, в принципе, и собирался идти куда-то за топливом, но я могу себе представить, насколько долго это идти. 4 мили, это почти что 7 километров. Туда, обратно, по фривею. То есть, ничего как бы хорошего. И эта помощь как раз была мне вовремя. Когда уехал мужчина, который транспортировал меня до заправки, я увидел на своем сиденье переднем несколько брошюрок. Первая была с информацией той службы, которая меня транспортировала. Это оказался так называемый Монтерей Каунти Привейс Сервис Патролл. Я уж не знаю, из каких источников они берут финансирование. Может, это какая-то волонтерская организация или местный бюджет платит. Но, судя из брошюры, они на определенном участке фривея и в определенном участке, закрепленной за ним, в дороге, за ними, может быть, не только фривей. Я сейчас покажу эту брошюрку. Там как карта небольшая. Вот. Вот. Они помогают людям совершенно бесплатно. Вторая бумага была открытка. На одной стороне адрес этой организации, а на другой стороне. Мало того, что мне бесплатно помогли, меня еще просили оценить качество работы, которую они сделали для меня. И в открытке, с открыткой этой, отправить по почте. Там марка не нужна была, просто бросаешь и почтовый ящик, и она уходит. Вот. Там спрашивали, насколько довольны вы сервисом? Как долго вы ждали помощь? Как долго прошло времени после того, как пришла помощь и вы завелись? Откуда вы узнали о нашей службе? И что нужно в нашей службе улучшить, для того, чтобы она была еще лучше? Естественно, я ответил на все положительно. И я еще не отправил. Вот. На днях брошу в почтовое отделение в ящик. Так что, такие дела. Хочу сказать еще парочку нюансов. Во-первых, машина была только куплена, и она была абсолютно без номеров. Та, на которой я ехал. Но документы у меня на машину, ни страховку, ничего не попросили. И документы у меня, чтобы как бы идентифицировать мою личность, каким-то образом, права спросить хотя бы, этого тоже не было. То есть, никаких документов у меня не потребовали. Если вы ничего не нарушили, полиция в жизни никогда к вам не подойдет. Вы и не нужны. На лобовом стекле машины, конечно, была наклеенная информация. Совсем небольшая бумажка с мелким шрифтом, что машина только что куплена. Там какие-то данные были. Но я не заметил, чтобы полицейский там ее рассматривал. Насколько я понял, если кто-то оказался просто в беде на дороге, то документов спрашивать не будут, тебе помогут. Еще это прямая обязанность полицейских обеспечить порядок на фривее и безопасное движение всех транспортных средств, и чтобы оно было беспрепятственно. А получается, я, находясь на фривее, даже если я съехал на обочину, там обочина была очень небольшая, то я все равно в каком-то смысле затруднял движение транспортных средств. Откуда они узнали, что я стою, я затрудняюсь сказать. Может, первая машина была просто патрульная, а потом вызвала дополнительную. А может быть, они как-то отслеживают трафик со спутника. Я не знаю. Все же мы знаем, что такие структуры государственные, как полиция в частности, они в принципе не являются как бы доходными. Они полностью финансируются из налогов налогоплательщиков. И полиция в моем случае полностью отработала заработанные деньги. Были у меня в других городах еще встречи с полицией. Ну, я думаю, что я о них расскажу в другой раз. И, конечно же, отдельное очень большое спасибо сотрудникам Freeway Service Patrol города Монтерей. Спасибо, ребята. Вот такая история. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!